так всем привет привет меня слышно видно да и слышно и видно всем добрый вечер окей супер давайте тогда потихоньку начинаем значит и рад вас всех видеть слышать слышать да а видеть если камеры включите тогда будет еще прикольно и увижу вас значит расскажите как у вас два что удалось сделать в течение недели какие-нибудь проблемки возникли какие-нибудь вопросы которые вы хотите обсудить вот у меня вопросик есть 69 степа где мы создавали абстрактный класс travel request validation импул а почему мы использовали именно абстрактный класс а допустим не сделали вот то что у нас travel request validation интерфейс там немножечко не удовлетворял мы же могли сделать по идее еще один интерфейс и имплементнуть его так подожди ты говоришь об этом классе да 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 то есть мы как бы использовали его потому что старый интерфейс как бы нам не удовлетворял нас да а почему мы допустим именно используем на абстрактный класс они сделали просто еще один интерфейс потому что допустим сначала я когда прочитал задание начал думать блин это надо как-то интерфейс расширить допустим еще один сделать чтобы у нас был возможность валидировать именно лист да давай давай контекста контекста значит у нас был у нас была был класс который валидировал филды но он валидировал был только метод валидейт и соответственно выдавал только одну ошибку да окей супер у нас появилась необходимость в проекте что с одним филдом может быть связано там несколько ошибок то ну типа что одна валидация может выдавать сразу несколько несколько ошибок и соответственно мы придумали а давай-ка мы нам нужен вот примерно такой метод который выдавал бы нам лист ошибок хорошо почему здесь класса не интерфейс потому что если бы здесь был бы интерфейс да то какая штука у нас абстрактный класс вот чем отличается абстрактный класс от интерфейса интерфейс это чисто сигнатуры методов да то есть ты объявляешь в метод в интерфейсе говоришь вот у меня есть такой метод есть такой метод и любой класс который будет имплементить этот интерфейс он будет обязан реализовать эти методы он будет обязан предоставить реализацию каждого из этих методов что это означает это означает если бы мы взяли интерфейс и потом взяли бы вот любой класс который экстендится ну который бы имплементил этот интерфейс у нас бы здесь были бы две две имплементации двух обоих методов как первого так и второго в каждом классе да а что касается если у нас есть абстрактный класс то абстрактный класс позволяет реализовать какое-то поведение то есть не только объявить какие-то сигнатуры методов и сделать их например там абстрактными да а он позволяет реализовать какую-то функциональность и здесь у нас реализованы вот эти методы видишь у них у каждого метода есть как бы дефолтная реализация которая возвращает или optional empty но вот ну не знаю как нам можно было пустой список вернуть но не сам изначально был листов пустой ну окей да не крайне мере в задании ну скорее всего здесь наверное лист пустой лист может ну окей то есть что получается раз у нас есть дефолтная имплементация каждого из этих методов если мы будем экстендиться от этого абстрактного класса нам достаточно будет реализовать переопределить только один из этих методов ну то есть в зависимости от того что у нас за валидация мы или переопределяем первый метод или второй и соответственно в этих бизнес-классах будет только одна реализация метода которая нам нужна а с интерфейсом было бы две ну понятно ну то есть как бы можно было бы и через интерфейс но это было бы более громоздкой с точки зрения смотри наша какая суть нам наша суть всегда это сделать как можно более проще бизнес-код почему потому что бизнес-код содержит логику нашего приложения и соответственно чем он будет проще тем с ним будет проще разбираться его модифицировать и так далее с этой точки зрения вот вот реализация с абстрактным классом нам позволяет ну по крайней мере в бизнес-коде иметь только одну имплементацию того метода который мы хотим то есть мы выбираем или список или один exception error да и все этот метод этот метод реализуют а если бы с интерфейсом то у нас выбора бы не было мы бы во всех бизнес-классах а их много их много до этих валидаций у нас бы в каждой валидации было бы один лишний метод который не нужен по сути ну по сути в 90 процентов случаев у нас было бы вот этот вот этот метод который был бы пустым но ничего не делать он был просто лежал понятно спасибо окей давайте еще как у других дела какие вопросики привет всем у меня тоже вопросик это я добралась до шага 113 где начинается переход на версию 2 нет до конца не понятно там 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 написано создать отдельный модуль ну как дубликат который сначала будет пустой мы потом там будем строить эту имплементацию новую мне непонятно непонятно на каком уровне этот отдельный модуль надо создать потому что я смотрела тоже и черт папке там тоже мне не было ясно или это на уровне s-source и main или на каком уровне это надо окей да значит да маленький introduction в грейдл и в мульти мультимодульный проект значит если вы смотрели ну как бы чуть-чуть конфигурацию грейдла то в принципе у нас вообще build tool грейдл позволяет создавать как одномодульные проекты так и многомодульные проекты что это означает это означает то что ну например если бы у нас был бы с проекта с java 1 до где у нас есть просто папочка src в ней есть там тест мейны все да и все мы работаем в одном фолдере по сути дела в одном кодбейсе то нам бы нужен был один модуль и как бы все было бы прекрасно а у нас так как каждый мы хотим разделить свою работу и каждый чтоб работал в своем независимом модуле то соответственно мы выбрали вариант грейдл про настройки нашего проекта это мультимодульный проект что это означает это означает то что мы в грейдл создаем несколько модулей и для грейдла если между этими модулями нету никакой зависим то есть можно грейдли прописать зависимости между модулями а можно и этого не делать то есть у нас вариант когда зависимости между нашими модулями вообще никакой не существует настройки грейдла для мультимодульного проекта они достаточно простые то есть если у нас появляется мультимодульный проект мультимодульный проект то соответственно в главном build файлики который лежит в корне нашего проекта build грейдл появляется секция subprojects и здесь какая-то basic конфигурация для всех наших модулей которые будут использоваться ну тут плагины source и target для java для gdk да написан репозиторий какой мы используем утф кодировка и то что мы используем все платформу джи юнит 5 но есть все модули вот у них общая конфигурация а дальше что что получается для того чтобы сделать любой модуль какой хотите то есть чтобы добавить модуль вы просто берете где-нибудь в общем в проекте вот как вы делали в самом начале вы берете создаете вашу папку и соответственно прописываете ее сюда то есть у вас может быть папка как верхнего уровня вот как у вас сделан до студент и так далее а у меня они немножко вложены да то есть у меня есть папка 1000 главное но модули по сути дела они под ней находятся да вот в таком варианте то есть если вы хотите сделать два модуля у себя ну то есть свои два модуля вы можете сделать под своим фолдером точно такую же аналогию как под как под папкой picture например вы делаете где-то student last name first name вы можете сделать вот такую штуку вы можете сделать там типа version 1 модуль и version 2 дальше вы берете эти штуки прописываете здесь только уже не так а вот так и соответственно после этого в грейбл обновляем и у вас получается два модуля единственное что каждом из этих модулей у вас должно ну как бы должен лежать ну я сейчас скопирую туда положу папку src и build грейдл файлик то есть в каждом из этих модулей должен лежать ну как бы папка src ваше и build грейдл конфигурационный файлик все вот такая вот штука наверное ясно буду пробовать это делать ну да то есть у вас получается модуль теперь не самый вот этот главный фолдер до которой и на а вы под ним делаете там еще две папочки там version 1 version 2 и и просто в каждую из них ну то есть version 1 вы копируете все что у вас было до этого в модуле да вместе там с папкой src с другими файлами и главное чтобы там был ваш build точка грейдл файлик вот этот вот ваш и дальше у вас есть version 2 вы просто копируете build грейдл опять же во второй модуль и поехали там уже делать структуру свою и так у вас так как у вас в сеттингс точка грейдл будет прописано два модуля верно первый тип и второй но их можно кстати назвать как угодно то есть него не обязательно version 1 version 2 да то есть вы можете их главное что под эти вот имя папок совпадали ну и все они дальше и дальше вы делаете вас появляются два модуля они будут билдиться независимо друг от друга до грейдлом ну то есть каждый модуль который здесь прописан в settings точка грейдл он билдится независимо друг от друга при билде общем и все и дальше вы можете девелопить таким образом ну спасибо но обычно в реальной жизни многомодульный проект выбирают в том случае если проект например сложный у него есть несколько модулей которые друг от друга зависит такая штука бывает очень часто да то есть ну например какой самый простой вариант это когда вот вы делаете какую-то какое-то приложение и у него есть какой-то айпи аль ну какая-то часть функциональности то есть какой-нибудь интерфейса dto-шки то есть как можно ваш 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 корр например вызывать и вы хотите у вас есть корр это которая штука которая имплементит этот эту функциональность а вы хотите этот айпи ай сбилдить как библиотеку отдельно и отдать эту библиотеку например сторонним разработчикам которые будут подсоединяться к вам то есть фишка грейдл модуля заключается в том что каждый из модули билдится отдельно и это означает что при билде каждого модуля вы можете собрать артефакт из этого модуля то есть вы делаете например модуль айпи ай туда кладете все классы которые которые составляют вашей 5 например там dto-шки интерфейсы и так далее другой модуль вы кладете реализацию всю и так как по сути дело реализация зависит от интерфейса вы делаете в этом во втором модуле ссылку на 1 модуль и у вас получается что из первого модуля вы можете собрать жарник только с интерфейсами дтожками и отдать этот жарник например какой-нибудь сторонней команде а дальше этот же жарник который собран из первой версии вы можете использовать ну из ipi модуля вы можете использовать в core модуле как зависимость как депенденции то есть при билде получается что грейдл будет видеть зависимости между модулями он будет билдить сначала ваш ipi модуль получать из него жарник потом подсоединять этот жарник вашему core модулю и дальше и дальше билдить уже core модуль вот такая штука заходите потом попробуйте я так понимаю что с помощью вот этой мультимодульности можно реализовать еще допустим что проект если бы состоять из нескольких модулей допустим их версии первая версия там потом что-то дописали к ней сделали как бы там 1.1 версию да вот или другой механизм уже работают версии версиях обычно версии как обычно наверно так не делать версии делают с брончами версии делают с брончами обычно ну то есть суть какая если ты хочешь имеет иметь возможность модифицировать разные версии ну то есть типа фиксить баги в прошлой версии develop it текущую версию и так далее то ты просто делаешь брончи у тебя есть а ну то есть рисунок какой сейчас покажу то есть суть какая вот у тебя есть главный бранч моей но неважно как он называется в гите главный брач в какой-то момент времени ты туда что-то на комитил на комитил и ты говоришь о хочу создать новую версию окей ты из нее из этого бронча делаешь брач называешь version 1 и он начинает жить своей жизни ты начинаешь ты продолжаешь development в мэйне какой-то момент ты сделаешь version 2 branch и так далее да и эти брончи живут параллельно вместе с мэйном и получается что ты в любой момент времени можешь переключиться на любой из этих брончей и запушить туда что-нибудь ну например сюда баги пофиксить какие-то сюда дополнительный новый код сюда какие-то баги и так далее вот у тебя принципе история ну как бы у тебя ты всегда переключаясь на любую версию ты получаешь ты вот из этой версии переключился из последнего комита собрал артефакт какой-нибудь до который ты деплоишь на продакшн дал ему версию соответствующую до 1.0 и за деплоил это на продакшн потом когда пришло время то же самое сделал с version 2 а девелопменте в главном бронче у тебя продолжается разработка туда комититься новые фичи и ты всегда можешь отсюда тоже собрать джарник с какой-то версии ну версия например там девелопмент какая-нибудь то есть у тебя у тебя в проекте один модуль но благодаря версиям у тебя получается каждая веточка хранит код той самой версии для которой ты ее делал и главная ветка хранит код текущий который текущий код разработать понятно спасибо в таком варианте тебе не нужно делать несколько несколько ну разных вот этих артефактов да то есть ты просто переключаешься на какую-то ветку из нее подтягиваешь полностью ее код и билдишь из нее какой-нибудь артефакт один который ты деплоишь на продакшн а вот мультимодульный проект он обычно используется в таком варианте когда у тебя например есть модуль айпи но это самый такой простой на это вариант как показать стана у тебя есть один модуль вот этот и у тебя есть модуль корр и вот здесь это например какие-нибудь dto-классы и интерфейсы лежат здесь а вот так у тебя зависимость между кором и айпи то есть у тебя внутри кора есть имплементация вот этих вот интерфейсов вот этих на основе вот этих вот dto-шек корр просто реализует эту логику и в таком случае если у тебя вот это два модуля два отдельных модуля то есть айпи и корр то ты делаешь между ними вот такую зависимость а если это отдельные модули то это значит что ты из айпи собираешь джарник айпи джар например какой-нибудь у него своя версия ну и так далее да и и скоро ты собираешь тоже джарник это например коржа ну вот этот вот джарник ты например можешь этот отдать каким-нибудь сторонним сторонним проектом который подключается например твоему кору к твоему приложению потому что тут как раз айпи они сразу могут его подключить к себе и начать вызывать твое приложение а вот эту штуку ты деплоишь на продакшн потому что эта штука уже полностью содержит твое приложение но у нее зависимость то есть вот такая и внутри твоего кора по сути дела будет лежать в том числе и вот этот джарник он там будет при сборке если ты собираешь поджар то это джарник будет там внутри но не как не как байт-код а как именно джарник ну как библиотека по сути дела то есть отдельный модуль грейдла позволяет тебе сбилдить вот этот вот отдельно артефакт отдельно джарфа из твоего кода то есть по сути дела из каждого модуля из каждого модуля грейдла можно собрать свой артефакт ну кей давайте еще вопросики Спасибо. Вот такая штука. А, ну вот, он мне сейчас его пересобрал и показал. Смотри. Так, так. Грейд был здесь, и тогда этот билд я могу удалить. Вот. Ирина, смотри, да? Вот такая вот штука должна получиться. То есть, у тебя твой фолдер, у тебя папочка version 1, version 2, например. Как угодно можешь их назвать. Главное, чтобы точно так же они были прописаны в settings.gradle в этом вот здесь вот. Вот, да? Точно так. Как их назовешь, так их и пропишешь здесь. И все. И дальше у тебя в каждом из них есть build.gradle файлик свой, да? Ну, он copy-paste то, что у тебя есть сейчас. И все. И дальше у нее есть папочка SRC со всем содержимым этого модуля. И после этого у тебя каждый из этих модулей билдится отдельно друг от друга. Первый и второй, они отдельно в билде, они будут билдиться отдельно. А это класс, самая аппликация, она тоже тогда во втором модуле будет? Да, да, у тебя полностью SRC фолдер абсолютно, да. А, он как дубликат, в принципе. Да, 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 да. Там просто этот дубликат, он нужен на каких-нибудь там 10-20 степов, да? Ну, примерно, да. Потом его можно будет выкинуть. То есть, по сути дела, мы перейдем на версию 2, в которой будет и первый, и второй API вместе, да? Они будут существовать, но для того, чтобы этот переход сделать, как раз вот мы, я сделал через второй модуль, потому что так чуть-чуть проще будет. Иначе там слишком много изменений будет за раз. А сначала тогда я там скопирую все, что у меня в первом модуле есть? Или нет? Пустой сделать, да? Сначала пустой и делай только по заданию. Там в каждом задании написано, что копировать. Там такими частями, и там надо будет еще изменения делать по ходу дела. То есть, ты копируешь какую-то маленькую часть кода, да? Ну, там, скажем, underwriting или валидацию, или еще какой-нибудь модуль, ну, часть кода, да? И делаешь какие-то изменения потом в нем. Там в заданиях все написано. Ну, ладно, ладно, спасибо. Первая версия у тебя останется, copy-paste, как она сейчас есть на данный момент, а второй ты модуль вот просто создашь пустым, и по заданию будешь туда копировать только то, что в задании сказано. И он будет постепенно наполняться, и в итоге он станет, ну, он будет содержать и первую версию, и потом и вторую вместе. Ладно, ладно, спасибо. Там идея всего вот этого двух модулей будет заключаться в том, что, ну, по сути дела, да, требования-то стандартные, да, когда бизнес приходит и говорит, ну, вот классно, у вас есть один API типа версии 1, да, а теперь давайте-ка сделаем версию 2. Почему? Потому что, как вы увидите, версия 2, она кардинально отличается, ну, по структуре самого запроса от версии 1. Ее нельзя было впилить просто в версию 1, там. И, а как бывает в реальности, да, то есть в реальности, например, вы такие разрабатываете приложение, выкатываете на продакшн версию 1, ну, у вас тут есть core, да, часть. Все классно, выкатили первую версию, появились какие-то клиенты, которые начали пользоваться этой версией, начинают посылать сюда запросы. Тут у вас все классно, и приходит такое требование, а вот давайте-ка, вот появляется какой-то другой клиент, другие бизнес-требования, и говорит, давайте-ка вот сделайте unbreakable change. Изменения, которые как бы нарушают вот этот API, да, то есть клиент говорит, вот у вас была одна персона, а теперь давайте-ка там много персон в полюсе, да, чтобы можно было сразу застраховать всю семью, которая едет в отпуск. Соответственно, вы не можете взять и поменять вот это, ну, внести изменения сюда. Кстати, почему? Почему нельзя взять и просто, просто изменить вот этот API версии 1? Ну, потому что вот этот вот чел перестанет работать. Потому что вот этот клиент, он сразу, как только вы внесете туда изменения, вот эти запросы просто будут падать. Вот, и все. То есть вот так вот делать нельзя, вот такие изменения, да, особенно если они нарушают контракт вот этого, вот этого человека, вот этого, ну, этого человека или этого, этой системы, неважно, да. То есть и кто-то этим вашим интерфейсом версии 1 пользуется, то вы его не можете разрушить. Иначе вот эта штука, этот клиент отвалится просто. А как быть? Делают вот так, делают версию 2 со своим API, этого клиента врубают сюда. Этот первый клиент работает по старинке с версии 1 и делают вот так. И в Core, в Core делают так, чтобы все вот эти вот вызовы, они приходили куда-нибудь в одно место. Ну и дальше в Core у вас, у вас общая бизнес-логика работает. То есть у вас параллельно в системе существует несколько API для старых клиентов и для новых клиентов. Когда, например, старый клиент перейдет сюда и перестанет использовать вот этот API, когда вы увидите, что у вас никто не пользуется версией 1, вы можете спокойненько ее удалить из системы, выключить и удалить вообще из кода. Но только после того, как все клиенты переключатся на новое API. Так, давайте еще вопросики. Народ. Кстати, кто до какого шага добрался? У меня 70-й. Тоже 112-113. Окей. Так, ну что, вопросиков-то больше нету? Ну ладно, вопросиков больше нету. Что с этим? Ну, может, я спрошу все-таки про стримы, хотя я вроде как вчитался, понял, что это достаточно полезная вещь. Я не сразу понял просто, что это для чего. Получается, что любой R-release, там, что бы это ни было, любой массив можно обрабатывать через стримы. И вроде как даже проще так получается. Потому что, чтобы не делать этерацию через какой-нибудь форм, можно это делать через стримы, и это получается быстрее. И для этого готовый метод уже и есть. Я это так воспринял. Не знаю, правильно или неправильно? Ну, почти, почти правильно. Значит, стрим IP. В принципе, для чего вообще стрим IP предназначен, если так условно говорить, то... И вообще, он появился в Java 8, да? То есть в восьмой версии стрим IP, вот это API стримов появился, да? И эта штука, это попытка внедрить в Java функциональное программирование. Ну, подобие функционального программирования. То есть, а вообще идея функционального программирования заключается в том, что вы концентрируетесь при написании кода не на том, как сделать что-то, а на том, что вы хотите сделать. То есть акцента, когда... Вот, например, вспомните какой-нибудь Java 1, когда мы изучали. Когда мы изучали какие-то циклы, мы всегда концентрировались на том, как. Как проитерировать, как обойти какую-нибудь коллекцию и что-нибудь с элементами сделать, да? То есть там, вот давайте там от нуля до ста пройдем и что-нибудь сделаем, да? То есть мы описывали в коде как. То есть как мы это делаем. А вот если такой обработки достаточно много в коде, а обычно в реальных проектах мы с данными что-то достаточно много делаем в нашем коде, ну, как-то много разных операций, да, то вот это вот как оно очень сильно засоряет наш код. То есть везде будут эти циклы и так далее, и так далее. И поэтому в свое время в Java внедрили функциональную, вот эту основу функционального программирования, этот Stream IP. И суть его заключается в том, чтобы из API убрать вот это вот как. Убрать из кода, убрать как. То есть убрать вот эти циклы, спрятать их под капот, под крышечку, да, чтобы как бы вот вам баранка автомобиля, да, вот крутите направо-налево, а вовнутрь в мотор не лезьте, да, как это делается. Ну, примерно вот так вот, да. То есть такую вот штуку реализовали. Ну, и работает это на стримах, да. То есть идея очень простая. То есть у вас, по сути дела, любую коллекцию объектов, массив, лист, мап, сет, все что угодно, любую коллекцию можно преобразовать в стрим, в поток, в поток каких-то объектов. Вот такая вот штука. И... Так. Так, сейчас. Чего-то у меня в последнее время у нотика зарядка барахлит. Вообще. Окей. Так. Значит, и фишка такая. То есть если вы готовы взять коллекцию объектов и, соответственно, вы хотите провернуть, выполнить какую-то операцию над каждым элементом этой коллекции, то есть, ну, например, самая простая штука – это обойти коллекцию и вывести ее на экран, да. Не особо... Ну, в любом порядке, да. То есть вас порядок не интересует, вы просто хотите пройти по коллекции объектов и вывести ее на экран. Неважно, в каком порядке. Главное, чтобы взять элемент и вывести его на консоль. То есть порядок обработки элементов вас не интересует. Вас интересует только просто действие, которое вы хотите выполнить над каждым элементом этой коллекции. то в таком случае у вас появляется уникальная возможность посмотреть на эту коллекцию объектов не так, как она, вот, например, в массиве лежит. Один объект за другим или в списке. А посмотреть на нее, как на поток из отдельно лежащих объектов. То есть вот у вас есть какой-то стрим, ну, примерно вот ручей текет, да, и по нему такие, не знаю, там, листики, которые друг за другом отдельно друг от друга плывут, да, независимо друг от друга. И то есть и стрим IP позволяет определить операцию, которую вы хотите выполнить над каждым элементом вот такого вот потока, и потом применить эту операцию вне зависимости от соседних элементов, да. То есть вот у вас есть стрим каких-то элементов, вы говорите там, не знаю, что там за операция есть. Фильтр, да. Самая простая, наверное, это фильтр, фильтрация. То есть у стрима есть определенный набор операций, которые можно выполнить с этим, с объектами этого стрима. Ну, самая простая это фильтрация. Это означает отобрать только те элементы, которые удовлетворяют какому-то критерию. И, соответственно, вот здесь с помощью лямбда-выражений вы пишете этот тот самый этот тот самый критерий. Ну, то, например, операция поиска, она, в принципе, идеально подходит для функционального программирования, потому что она, в принципе, делится на две части. Это первый перебор, когда мы перебираем всю коллекцию элементов, а вторая часть ее, это когда мы применяем к каждому элементу коллекции вот тот самый критерий, который нам говорит о том, подходит элемент под условия или нет. Ну, и, соответственно, вот с помощью вот этого лямбда-выражения в стримах пишутся вот эти вот условия, и, соответственно, дальше эти условия, вот это лямбда-выражение, оно применяется стримом вне зависимости, то есть берется элемент, к нему применяется вот это вот лямбда-выражение, и получается, оно говорит да или нет, например, в случае фильтра, и если да, то элемент переходит в новый стрим, а если лямбда говорит нет, то этот элемент никуда не переходит, то есть он не попадает в новый стрим. Ну, и вот такая вот история получается, что наш стрим, если мы определим функцию фильтр, то получается, что мы в итоге получим коллекцию, ну, не коллекцию, а вот этот стрим номер два, в котором будут находиться только те объекты, которые удовлетворяют вот этому критерию нашего поиска. А стримы позволяют, ну, и таким образом мы вот эти операции, которые мы делаем над стримами, ну, то есть каждая операция, она просто приводит к новому стриму. Это тоже как со стрингом, да, то есть со стрингом мы делаем какую-то операцию, любую, мы получаем не тот же самый стринг, мы получаем новый объект стринг, но уже с какой-то другой характеристикой, там или uppercase, или lowercase и так далее. Со стримами та же самая история. Был один стрим, применили любую функцию к нему, получили новый стрим из других объектов, ну, из каких-то объектов, да. Там могут быть те же самые объекты, а могут быть уже другие объекты. И последнее, что у стримов, чтобы стримы работали, последней операцией должна быть терминирующая операция, которая берет этот стрим, ну, объекты из стрима и коллектит во что-то. Ну, обычно коллектит в какую-то коллекцию, там в лист, в сет, в мап, ну, с той коллекцией, к которой мы привыкли работать, да. То есть, и вот эта операция, она обычно в конце стоит, если ее нету, то вообще стрим выполняться не будет. То есть, только если в конце терминирующая операция стоит, которая там или count считает, или вот коллектит объекты в какую-то коллекцию и так далее, тогда все вот это, все эти операции начинают выполняться. Вот этот стрим, эти операции последовательно одна за другой выполняются на стримах и вуаля результат. Плюс, здесь получается, при написании, если вы стрим-код видели, то, в принципе, ну, где-нибудь, где его можно открыть? какой-нибудь класс. Есть в Underwriting Complementation, допустим. ну да, это Underwriting Калькулятор. Ну вот, типа, да. Стрим. У нас есть лист чего? Лист рисков, да. То есть, есть коллекция каких-то объектов, список каких-то объектов, мы делаем из него стрим и далее мы что делаем? Мы хотим, то есть, это объекты, в которых посчитаны, посчитаны стоимость каждого риска в отдельности. А мы хотим посчитать общую сумму страхового полюса. то есть, цена страхового полюса премия равна сумме всех рисков, цены каждого риска в отдельности. И поэтому мы просто берем и из листа делаем стрим. Дальше мы, так как в стриме лежит объект риск DTO, мы у этого риска DTO берем вот это вот свойство премия, то есть, в принципе, трансформируем стрим из объектов риск DTO в стрим объектов BigDecimal. То есть, у нас вот один стрим, первый был это стрим вот этих риск DTO объектов, после того, как мы сделали функцию map, мы получили стрим с таким же количеством объектов, только там уже BigDecimal лежат наши премии. И потом мы просто вот эта терминирующая операция стрима, это reduce, который операция сложения, то есть, у нас стрим из BigDecimal, мы его суммируем. Суммируем и получаем ту самую сумму всех рисков. И здесь получается, что мы сконцентрировались, ну, в принципе, никаких форов, ничего нет, здесь получается, что мы как бы концентрировались при написании этого кода что мы хотим сделать с нашей коллекцией объектов, а не то, как мы это будем делать. То есть, цикл for, он там внутри операции map и операции reduce. Внутри этих функций там все равно эти, как его, те же самые циклы есть, потому что коллекцию надо все равно будет обходить и суммировать то же самое придется. Вот. Вот такой вопрос. А если вот в данном случае применять forEach, он не будет быстрее работать? Нет, не будет. То есть, в принципе, что forEach, что стрим, они, получается, будут, ну, плюс-минус одинаково? Нет, понятное дело, что сейчас у нас компьютеры довольно мощные, и вообще, как бы там вопросы оптимизации и быстродействия большинство программистов как бы над ним не задумываются, мне кажется. Ну, ладно, давай, давай, давай посмотрим, посмотрим на такой, скорее всего, чистый forEach будет работать быстрее, да? Потому что там не будет какого-то overhead, который добавляется, ну, тем же самым map, тем же самым reduce, все-таки любая какая-то функциональность, которая лежит по верху, да, она добавляет какую-то свою, ну, чуть-чуть, чуть-чуть своей нагрузки, да? Ну, это понятно. Да, но с другой стороны, с другой стороны у этого есть, опять же, есть свои плюсы, есть свои минусы, ну, вот минус это, да, чуть-чуть, может, медленнее, но это совсем не критично, потому что эти штуки очень оптимизированы, да? Второе, то, что в действительности код, написанный на стримах, он будет выглядеть проще. Ну, если ты привык к стримам, да, ну, то есть, освоил их, да, то реально код на стримах выглядит проще, и он короче, он короче получается, если особенно не только вот просто, да, как бы выполнить маленькую операцию, а если тебе нужно сделать, ну, несколько таких операций, да, то есть, обычно, когда ты обрабатываешь данные, ты делаешь не просто одну маленькую операцию, ты делаешь много-то каких-то там действий с этими данными, и с помощью стримов это можно описать достаточно, ну, прикольно и намного короче, чем ты бы писал ручками через цикл. Что касается перформанса, во-первых, стримы, у них есть очень прикольная штука, которая позволяет выполнять код в стримах параллельно. Есть такая штука у стрима как функция параллелл. То есть, вы можете, ну, то есть, если просто стрим делается, то он не параллельный, да, то есть, это просто один поток и внутри одного потока будет выполняться функциональность. Но у вас есть возможность взять и обработку стрима сделать параллельный. Что это означает? Это означает то, что, например, если у вас большая коллекция объектов, ну, какой-то большой стрим из каких-то огромного количества объектов, то в таких вариантах есть 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 возможность у стрима очень просто распараллелить его обработку. Ну, то есть, разделить разделить обработку на несколько на несколько потоков. Но с этим нужно быть очень аккуратным. то есть, обычно параллельность, ну, если у вас большое количество данных вы таким образом обрабатываете, то это надо делать, создавать свой threadpool, ну, то есть пул потоков, да, и уже в нем внутри на этот threadpool распараллеливать вот эту обработку. То есть, как только идет речь о параллельности, то тут надо иметь в виду, откуда берутся потоки для этой параллельной обработки. То есть, сам стрим можно легко распараллелить, но это не совсем такая параллельность, которую вы хотите, потому что если вы просто вот так напишите, ну, типа parallel, да, сделаете стрим параллельным, то этот стрим распараллелится на дефолтный пул потоков, внутри которого есть столько потоков, сколько кор, сколько ядер центрального процессора есть в вашей системе. То есть, когда ваша виртуальная машина стартует, внутри джавы вот с С этими стримами появился дефолтный пул потоков. Внутри этого пула потоков создается столько потоков, сколько у ядер центрального процессора есть на вашем компьютере. То есть операционная система обращается к, не операционная, виртуальная машина Java обращается к свойствам операционной системы и узнает, сколько ядер центрального процессора существует, работает на вашем компьютере. И столько потоков, ну то есть создает ThreadPool и внутри создает столько потоков. Например, 4 ядра, 4 потока будет. И вот этот параллел, он любой стрим распараллеливает именно на этот ThreadPool. И это неправильная штука, такое лучше не делать, потому что реально в больших приложениях, если вы такую штуку делаете в 10 классах, то получается, что у вас из 10 разных мест все стримы распараллелятся на один и тот же ThreadPool из 4 потоков, например. То есть как только вы хотите действительно распараллелить обработку данных внутри вашей GVM, вы всегда должны задумываться о том, на каких потоках вы собираетесь это делать. То есть откуда будут браться потоки. То есть для того, чтобы была какая-то параллельность, вам нужны потоки. Вам нужно несколько ThreadPool. И, соответственно, сколько ThreadPool будет, настолько вы можете распараллелить вашу обработку данных. Соответственно, в Java можно сделать отдельный, ну для таких вещей, если вы действительно обрабатываете большие коллекции, большие объемы данных в памяти, и вам нужна эта параллельность, то вы можете сделать свой ThreadPool, ну то есть здесь создать свой ThreadPool, создать там в нем, поднять ThreadPool из какого-то количества потоков, которые вы будете сами контролировать, и на него распараллелить вот эту обработку. Ну и обычно при большей коллекции данных обрабатываются по следующему принципу. То есть вы можете сделать какое-то количество потоков, и, ну по сути, вы запускаете, берете каждый элемент вашей коллекции, вы что-то с ним делаете отдельно друг от друга и получаете какой-то результат. Ну, например, предположим, у вас было бы пачка рисков, да, и по сути дела в реальности вы можете взять и посчитать каждый риск отдельно друг от друга. Но если они не связаны друг с другом, да, то вы можете запустить расчет каждого риска, в принципе, параллельно друг с другом. Ну и если у вас, например, клиент выбирает 10 рисков в полюсе, да, вот он приходит, страхуется от 10 рисков, вам прилетает запрос, в котором есть 10 рисков, вы берете, внутри вашего приложения запускаете расчет каждого риска в параллели. И, по сути дела, ну, то есть не последовательно друг за другом, как у нас сейчас сделано, да, а в параллели реально. Ну, например, если у вас действительно эти расчеты рисков сложные, да, и долгие, да, то вы можете провернуть такую штуку, то есть вместо последовательного вычисления каждого риска вы можете запустить 10, создать 10 потоков и запустить параллельную обработку, ну, параллельный расчет 10 рисков сразу. Получите из каждого риска какую-то просто цифельку, ну, число, да, стоимость этого риска, условно, да, и потом вы просто берете, запускаете процедуру редьюса. Ну, когда вы из этого всего, из этих результатов, их, ну, как-то, не складываете, а сворачиваете в один результат. То есть вы запустили 10 расчетов, получили 10 цифр, теперь вам надо из 10 цифр получить одну. Вам нужно получить конечный результат. Вы получаете, вот рассчитываете эту цифельку. Ну, в данном случае это просто сложение результата. Операция редьюс – это сложение результата в данном случае. Ну, это как пример. Другой пример, например, стандартный алгоритм сортировки массива слиянием, например, да. Как можно быстро отсортировать большой массив данных. Вы можете его поделить на две части, взять, отсортировать эту часть, отсортировать эту часть, и потом слить результаты в один большой массив. Операция слияния, да. То есть когда у вас две вот эти части отсортированы, обе, то достаточно просто вычислить конечный результат. То есть вы всегда идете вот отсюда и отсюда, то есть смотрите на самые маленькие числа в массиве и, соответственно, дальше берете или это число, или это число, да, сюда кладете. Если взяли, например, первое, то у вас указатель передвигается на следующее число. И так далее. И таким образом вы просто сравнивая два числа, быстренько заполняете конечный результат массива. Вот. А отсортировать массивы более короткие, это достаточно быстро. Ну, намного быстрее, чем сортировать один большой массив. И вот операция слияния, она вот на таком принципе основана, да. То есть когда вы берете, берете и разбиваете ваш массив на какие-то части, не обязательно просто на две, а можете даже на большее количество частей, сортируете каждую из частей отдельно, и потом делать операцию слияния, это reduce, это операция, ну, слияние, да, то есть получается вы заполняете массив вот этими какими-то числами. То есть, ну, и в этом случае операция reduce, это не сложение, это как раз выбор, выбор, какое число меньше, какое число больше. Ну, вот такая вот штука, да. То есть я этим хотел показать то, что операция reduce, она может быть совершенно разной, да, в зависимости от тех данных, от той операции, которую вы вообще делаете с вашими данными. Ну, вот такой вот принцип обработки больших данных, он, да, существует. Окей, эта идея понятная? Ну, да, reduce вообще не очевидно, что это сложение по названию. Не сразу понятно, что это, ну, как бы слияние в один, одно целое. Да, но слияние, оно очень сильно зависит от того, что вы хотите, что у вас за данные и какой результат вы хотите получить. Это может быть, вот из двух маленьких массивов вы хотите получить один большой подсортированный массив, это одно дело, или вы вот из большого количества там чисел вы хотите получить там сумму этих чисел. Это совершенно другая операция reduce, да. В одном случае это сложение, в другом случае это выбор просто чисел из одного массива и из другого массива, расстановка их в правильном порядке. Но все равно это операция reduce, да. И смысл ее такой, что у вас есть много, ну, или, по крайней мере, несколько вот этих вот данных отдельных, да, ну, результатов, которые вы получили, и вы их reduce, уменьшаете в один результат, конечный. И этот результат, конечный, может быть в зависимости от того, что за алгоритм вы делаете. Это может быть или массив, вот как в нашем случае, или это может быть просто одно число в случае расчета премии, да. То есть все зависит от того алгоритма, который вы делаете. И это стандартный принцип работы с большими данными. он применяется не только просто для, ну, просто в памяти, да. А если вы работаете с очень гигантскими объемами данных, вот системы, которые обрабатывают эти данные, они вот так, на таком принципе устроены. Этот принцип называется map reduce. То есть кто-то, если что-то хочет покопаться, посмотреть, можете что-то поизучать, ну, просто копнуть и посмотреть, как эта штука работает. То есть системы, большие системы обработки данных, они используют этот принцип. Почему? Потому что, ну, представляете, у вас база данных несколько терабайтов. Она вам ни в какую память не влезет. Да, вы даже такие данные поднять не сможете, ну, в оперативную память. А там надо, а все-таки нужно какие-то алгоритмы посчитать на таких данных. И это очень типичная задача для работы с большими данными, big data, да. Тогда вот как раз map reduce. Просто большое количество данных делится на какие-то маленькие кусочки, которые могут быть обработаны. Из каждых кусочков получаются какие-то результаты. И потом они редюсятся в один большой результат. Все. Ну, этот принцип это map reduce. На его основе там целые большие системы созданы для того, чтобы дать возможность работы с такими большими объемами данных. Но это тоже стрима получается? Ну, на похожем принципе, да. Ну, то есть идея какая? Идея стрима – это разделить. Вот у тебя есть коллекция, ты просто делишь ее на отдельные объектики и потом выполняешь операции отдельно над каждым объектиком вне зависимости от других объектов. И потом что-то делаешь с результатами. В map reduce то же самое. У тебя есть там огромное количество данных, ты их делишь на какие-то кусочки, делаешь операции над конкретным каждым кусочком и потом сливаешь результаты в один большой результат. Принцип один и тот же. Да. Получается, что исходник не меняется, меняется всегда на выходе, на выходе из стрима. Это и есть как бы результат. Исходник не меняется, берется там исходное значение за то, что надо обрабатывать. И дальше как бы все вот эти, грубо говоря, ну вот если сортировку взять, не важно какой метод, то как бы все он это делает то же самое, все под капотом. Надо сделать сортировку, я могу сортировку участвовать, если ты ему указать. Ну... Без всяких заморочек, там этих форов и так далее, там то, что пишется обычно на сортировке. Ну, опять же, опять же, ну, смотри, ты выбираешь какой-то алгоритм, да, если ты выберешь какой-нибудь квик-сорт или еще что-нибудь, ну, у того же стрима, по-моему, у него есть там алгоритм сортировки, да, сорта, функция, да. Ну, вроде да, я тоже посмотрел, поэтому начал спросить. Да, ну, что она означает? Ну, что она означает? Это сортировка, да. Опять же, по какому принципу? А у нее есть два вот этих вот, две штуки. Первый – это компаратор, второй – это просто сорт. Если ты... Ну, сорт – это под капотом квик-сорт. Под капотом стандартная сортировка квик-сорт – это быстрая сортировка, стандартный алгоритм. У него есть своя сложность алгоритма, то есть О, Н, какая-нибудь там сложность, логарифм от Н, я не забыл, там, Н умножить на логарифм от Н. Сложность алгоритма – это количество, в среднем количество операций, которые алгоритма может, ну, будет выполнять над своими данными. Вот. Да я только пузырек помню. То есть, посидеть, подумать, как он писал. У пузырька сложность алгоритма – это Н квадрат. Н квадрат. Ну, Н – это количество элементов. В квадрате. Да, это сложность пузырька. То есть, столько операций сравнения он выполнит для того, чтобы сортировать массив. У квик-сорта – это логарифм, Н умноженное на логарифм от Н. Вот такая сложность. В среднем. Это намного, вот логарифм, ну, вот это намного меньше, чем это, да, в среднем. Но квик-сорт – это не всегда самая быстрая сортировка над конкретными данными. То есть, иногда можно воспользоваться структурой данных и применить как другую, то есть, сортировок бывает много разных видов. И в зависимости от структуры, ну, то есть, в общем, в среднем. Квик-сорт работает быстрее для особенностей ваших данных, которыми можно воспользоваться. То есть, если есть какие-то особенности у данных, то можно воспользоваться другим типом сортировки, который будет быстрее работать на конкретно ваших данных. Тут все зависит от контекста задач. Ну, обычно с такими задачами сталкиваются, когда действительно ты обрабатываешь огромные большие объемы данных, и тогда там производительность играет роль. Потому что ты начинаешь упираться в технические ограничения своего железа. И тебе приходится, ты начинаешь задумываться, тебе просто, ты обязан будешь задумываться о том, как твои алгоритмы работают, насколько быстро работают, и вообще смогут ли они выполняться на, могут ли они выполниться на тех ресурсах, которыми ты обладаешь. В большинстве типичных задач простого бизнеса, которые связаны с выполнением таких запросов от пользователей, в большинстве случаев вопрос производителя, там нету таких огромных объемов данных, с которыми ты сталкиваешься, для того, чтобы обрабатывать какие-то запросы от пользователей. Обычно из базы стараются вытаскивать только то, что действительно тебе нужно, то есть ограничивать SQL-запрос таким образом, чтобы из базы только вытащить только самые необходимые данные, не тянуть ничего другого в память, чтобы не тратить свои ресурсы. Запрашивать из сети, там тоже ты не тянешь никаких больших объемов данных. Обычно проблемы с большим объемом данных ты можешь сталкиваться при обработке каких-нибудь бэкграунд-джобов, которые запускаются в системе без участия пользователя. Например, ночью какие-то процессы ты запускаешь и вот там ты можешь сталкиваться с большим объемом данных, когда тебе придется думать о том, сколько ты данных загружаешь, как ты их будешь обрабатывать и так далее. Понятно. Спасибо. Так, может еще какие-то вопросики? о чем сегодня поговорим? Какую тему? разве не с базами данных еще должно было быть? База данных хорошо. На чем мы в прошлый раз закончили? Java Persistence API или что-то такое? Не знаю, что это было последнее. JPA. JPA. про транзакции, там говорили про JPA. Хочется по-другому сказать, что это JPA. да. Мы говорили про Java Persistence IP. JPA. Ну, в принципе, мы посмотрели, что мы посмотрели со стороны Java приложения, как подключаться к базе данных. Мы посмотрели конфиги спринговые, то есть мы используем Spring Boot и Spring Boot позволяет позволяет достаточно удобным образом подключаться, настроить подключение к нашей реликционной базе данных. Для этого достаточно подключить у Spring Boot есть модуль Spring Boot , то есть для работы замедленных достаточно к нашему приложению, если мы работаем если мы работаем на Spring Boot достаточно Spring Data JPA модуль подключить и дальше так как мы используем Spring достаточно конфигурация подключения к базе она настраивается в Application .properties файлики это почему конфиги здесь, потому что конфиги могут меняться и соответственно для того чтобы не менять код программы используется вот такой прием как вынесение какой-то конфигурации приложения в конфигурационный файл если нужно таких конфигурационных файликов можно сделать в Spring несколько но Application.properties Spring по дефолту читает если он находится в папочке ресурсы то этот файлик по дефолту Spring будет читаться то есть Spring оттуда читает конфигурацию при старте приложения и соответственно в ней можно прописать конфигурацию к базе данных и у Spring boot есть стандартные вот эти вот свойства которые достаточно прописать для того чтобы определить конфигурацию нашего подключения к базе данных это gdbc url это driver class это username и password ну credential и понятный credential и базы url gdbc url мы на прошлом занятии тоже разбирали он зависит от той базы к которой подключаются здесь это пример использования h2 да то есть мы подключали наше приложение к myscale базе данных и тогда здесь конфигурация gdbc url выглядит немножко по-другому но есть возможность и подключать наше приложение к inmemory базе данных зачем это делается иногда так делают для того чтобы можно было например те же самые интеграционные тесты написать потому что если вы хотите чтобы у вас приложение были интеграционные тесты которые поднимали бы ваше приложение полностью то для работы вашего приложения действительно нужно как только вы внедряете реализационную базу данных то вашему приложению нужно нужно чтобы база данных как бы в окружении была если базы не будет то соответственно тесты работать не будут ну наверное многие сталкивались с тем что запушили свой конфиг mysql в тестах и на гитхабе билд валится почему потому что ну понятно почему потому что на гитхабе вашей базы нету там совершенно отдельный сервер какие-то сервера которые удаленно в клаудах стоят на них туда скачивается по сути дела код из репозитория и просто билдится соответственно понятное дело что там никакой локальной локального mysql там не поднята и поэтому ваши тесты при если они подключаются напрямую к mysql то к вашему они будут на гитхабе падать один из вариантов как этого избежать чтобы тесты все-таки работали это использовать и memory базу данных другой вариант это использовать поднимать тот же самый mysql но уже в контейнерах в докер контейнерах для того чтобы все-таки ваше приложение и на гитхабе оно тоже билдилось и подключалось к реальному mysql базе данных но про контейнер мы дойдете до конца курса там потом можно будет в следующей части про контейнеризацию поговорить и про то как приложения деплоятся и поднимаются в контейнерах но это другая штука сейчас здесь мы показываем прием как можно подключить наше приложение к memory базе данных это не всегда не всегда наверное может нам полностью помочь потому что иногда все-таки функциональность которую мы используем в реляционной базе данных и в in-memory базе данных она может немножко отличаться но если мы совсем стандартные вещи используем как в нашем приложении то такой прием подходит потому что in-memory база данных та же самая h2 она по сути ну она как бы неполноценная неполноценный реляционный сервер да он не реализует всю-всю-всю функциональность реляционной базы данных но все-таки какую-то часть ее реализует и поэтому ну больше из них и поэтому можно взять подключить библиотеку h2 где она наверное да ну вот она как отдельная библиотека ее можно подключить к своему проекту это просто jar файлик который подключается к нашему проекту и соответственно h2 база дает возможность этот жарник дает возможность запустить реляционную базу данных h2 внутри нашего gvm процесса то есть мы поднимаем виртуальную машину ну при старте приложения мы поднимаем виртуальную машину и внутри нее когда наше приложение будет пытаться подконнектиться к базе данных будет создаваться внутри нашего внутри нашей gvm будет создаваться вот эта вот виртуальная база данных h2 вот ее настройки она будет называться там test db она будет in memory в варианте in memory то есть она будет жить только внутри нашего gvm процесса внутри которого мы запустили приложение это означает то что база будет создаваться пустой и нам придется накатить накатывать ее структуру ну каждый раз и база данных будет исчезать после того как мы виртуальную машину выключаем то есть если мы запустили приложение оно поработало и мы выключили ее то соответственно любые данные которые мы туда сохранили они потеряются потому что эта база была в in memory режиме то есть она работала в памяти нашей gvm и gvm когда как процесс выключается то соответственно память ее вычищается и соответственно все данные которые были в такой базе сохранены они удаляются обычно такой вариант поднятия приложения используют для тестирования потому что в действительности при написании тестов нас не интересуют те данные которые сохраняются в базе то есть нас интересует их прогнать тесты посмотреть что все в порядке проверить сохранились ли данные или нет и потом эти данные можно уничтожать то есть после то есть тесты они для того и нужны чтобы взять базу в каком-то конкретном состоянии прогнать тесты посмотреть что все сохранилось или не сохранилось то есть посмотреть что все окей и потом просто эти данные можно удалять и в таком режиме да в таком режиме вот h2 можно использовать и это прикольно и она нас в таком варианте вот подключена да то есть в память пока виртуальная машина работает все в порядке база база тоже будет работать где-то 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 а ну вот где-то тут в дальнейших степах в одном из степов пропис прописана конфигурация то есть можно добавить в spring boot конфигурацию для того чтобы сделать нашу inmemory базу данных если мы используем h2 как inmemory базу для того чтобы сделать ее доступной доступной ну чтобы доступной через броузер ну то есть идея какая мы хотим поднять spring ну хотя поднять приложение и хотим посмотреть а что в нашей базе данных внутри если мы добавляем эту конфигурацию то в принципе мы можем поднять наше приложение и соответственно подключиться к нашей базе данных которая inmemory работает в нашем приложении с помощью броузера с помощью того URL который там прописанный можно будет подключиться к нашей базе данных и посмотреть что там внутри у нашей базы так ну мурочек поднимается что там глазок конфиг два-два консоль да тест connection да на credential наверное те же самые connect да ну то есть вот получается что мы можем добраться к нашему к нашему консоль нашей базы данных с помощью вот этого URL который заенейблен вот здесь то есть он начинает работать после добавления этого конфига и здесь можно писать любые SQL запросы и выполнять их и смотреть результаты которые получаются то есть пока приложение работает эта консоль этот UI будет работать и мы можем смотреть что в нашей базе сохраняется что нет достаточно удобная штука окей это про H2 что мы еще не рассказали здесь да что мы не рассказали gpa config gpa config то есть мы само подключение к базе посмотрели конфигурацию то есть если мы приложение используем используем gpa да то есть мы используем java persistence ip то есть используем ORM mapping о котором мы на прошлом занятии говорили то есть объектно-революционный mapping вот эту функциональность то для ORM существует для gpa существует в спринге свои настроечки так как ORM gpa он работает может работать с любой реляционной базой данных то здесь конфигурации мы как раз и прописываем у него есть тоже свои настроечки в которых мы как раз и прописываем что за базу данных в какой базе данных он подключается то есть суть этих настроек ну например зачем здесь указывать базу данных зачем gpa указывать какой базе данных мы подключаемся потому что у каждой реляционной базы данных есть собственный ну то есть все они работают с sql но вот кто встреч кто работал с разными реляционными базами доводилось как-то работать с разными реляционными базами ну в этом проекте уже работала с mysql с h2 там еще liquid base я встречала это что не не все команды все ну понимают мне мне пришлось там переписывать свои скрипты потому что я там для sql было ну написано написала такие ну чтобы короче было все это а я потом столкнулась с тем что на h2 они не работали мне пришлось переписать потом liquid base тоже ну что-то не понравилось опять переписать ну так так нет да ну суть суть короче очень простая то есть в нашем мире существует большое количество различных реляционных баз данных mysql postgres oracle msql сервер h2 и очень и еще огромное количество других баз данных именно реляционных да они как бы все работают с sql да но но не все так просто если мы говорим про вообще про sql как таковой да про язык sql то у языка sql есть определенный набор стандартов у него по-моему там версия 1 версия 2 версия 3 ну там надо посмотреть но не суть если бы все базы работали с одним и тем же с одним и тем же синтаксисом sql то наверное бы этих всех разных баз данных просто бы не существовало да понятное дело что каждая из реляционных баз данных она пытается добавить какую-то свою функциональность предоставить какую-то свою новую функциональность которой бы она отличалась от всех остальных и соответственно а как этой функциональностью пользоваться а вот с помощью изменения языка sql суть какая то есть sql команды они могут отличаться от базы к базе то есть для mysql одна и та же команда будет выглядеть вот так для оракла то же самое можно написать чуть-чуть по-другому используя какой-то немножко другой синтаксис того же самого sql или какую-то специфическую особенность того же самого оракла который который оракл добавил в язык sql да то есть идея такая sql команды могут отличаться от базы в базе могут отличаться названия типов данных то есть для h2 эти типы данных могут называться так для оракла они не могут называться чуть-чуть по-другому и так далее то есть своя специфика для каждой базы данных она существует и что получается получается следующая вещь то есть если вы пишете на голом sql то вам нужно точно знать для какой базы данных вы собираетесь для какой базы вы пишете запрос и соответственно синтаксис этой базы данных и использовать потому что вот как рассказали если вы напишете чуть-чуть по-другому то возможно ваш sql запрос просто не заработает на той базе данных на которой вы собираетесь его запустить а на другом заработает поэтому вы должны знать к какой базе вы собираетесь подключаться если вы используете ORM объектно-реалекционный маппинг как механизм внутри вашего java приложения то вот эта штука работает с разными реалекционными базами данных а у нее внутри есть понятие диалекта вот 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 эта штука то есть для того чтобы ORM мог то есть ORM здесь вот сюда вы на вход ему подаете mapping entity класс помните с маппингом это просто java класс в котором вы прописали вот тот самый mapping колонок на объекты и так далее так вот вот этому бедному ORM в зависимости от того к какой базе данных вы собираетесь подключать ваше приложение ему нужно преобразовать вот этот mapping преобразовать его в SQL команды которые будут работать на той самой базе данных к которой вы собираетесь подключаться а вот этот вот SQL он от базы к базе может меняться ну в синтезе чуть-чуть меняется и поэтому для того чтобы ORM это мог сделать у него существует понятие диалекта вот этой вот штуки то есть внутри ORM существует несколько энное количество диалектов разных диалект это по сути дело преобразователь с языка этого маппинга entity на вот этот SQL который будет понятен вот этой базе данных то есть соответственно когда вы подключаете ваше приложение к конкретной базе данных вы должны выбрать конкретный диалект и ORM указать конкретную базу данных к которой вы собираетесь подключаться тогда ORM будет пользоваться выбранным вами диалектом и правильно конвертировать вот этот маппинг который вы указали в entity в SQL запросы которые понимает именно та база к которой вы собираетесь к которой ваше приложение подключается и вот это вот как раз вот здесь и делается то есть для gpa вы указываете базу здесь h2 здесь mysql например если вы захотите переключиться и вы указываете диалект для какой диалект gpa будет использовать внутри для конвертации entity в SQL команды для именно этой базы ну в случае mysql здесь диалект mysql в случае h2 здесь диалект h2 базы то есть ORM эта штука она тоже не вездесущая она тоже не умеет работать со всеми со всеми революционными базами данных нет она поддерживает только определенное количество конкретных баз данных то есть вот здесь конкретное количество баз данных с которыми эта штука умеет работать то есть диалекты которых внутри ORM уже есть поставляются вместе с ORM библиотекой внутри то есть вот этот конвертер да по сути дела с маппинга на SQL да и обратно вот то есть в документации вот этого gpa там конкретно прописано то есть есть у этой штуки есть такие 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 диалекты все и вы вправе из них выбрать тот который вам нужно вот такая вот штука и соответственно выбираете диалект выбираете базу данных и ORM поднимается и использует именно правильный диалект который нужно в данный момент и конвертит все это в тот SQL который будет точно работать на вашей базе данных к которой вы подключаетесь идея понятна то есть вот этих вот свойств двух раз вопросиков нет значит наверное понятно есть еще одна одно свойство которое здесь указано которое которое мы применяем и наверное вы с ним сталкивались когда вы писали маппинг и попытались поднимать свое приложение это вот это ddl авто это свойство эта штука она очень интересная значит что она делает по сути дела вы в своем приложении прописали какой-то маппинг внутри ваших эндеси ну а кто знает правильно ли вы прописали этот маппинг вы же могли ошибиться вы же могли указать колонку неправильно тип данных неправильно и так далее и так далее и так далее вот по сути дела если вы что-то укажете укажете неверно например название колонки укажете неверно в маппинге то вот этот вот диалект он будет преобразовывать ну как бы преобразовывать ваши запросы в SQL команды которые работать на базе данных не будут потому что вы например маппинг неправильно прописали и для того чтобы таких случаев отлавливать и вообще приложение чтобы в этом случае не работало не запускалось у gpa есть такая штука вот такое свойство как вот это хайбернед и свойство здесь валидейт стоит что эта штука означает эта штука означает что при стартапе приложения то есть когда вы стартуете ваше приложение Spring будет создавать коннекшн к вашей базе данных открывать коннекшн к базе данных и ORM будет брать маппинг вот этот маппинг и проверять тот маппинг который вы прописали здесь с тем что есть в той революционной базе данных к которой вы сейчас подключаетесь то есть она будет проверять верно ли вы прописали маппинг в своем джава приложении если ну как она это делает она проверяет вот если вы в entity указали какой-нибудь там не знаю колонку давайте откроем любой entity любой доменку проверяет существует ли в базе данных таблица h коэффициент если есть все хорошо если нету если вы ошиблись написали название таблицы неправильно то при установке вот этого свойства validate валидация упадет валидация обнаружит что маппинг неправильный и ваше приложение при стартапе просто упадет с ошибкой и не поднимется это как защитный механизм для того чтобы при стартапе проверить маппинг вашего приложения то есть правильно ли он указан или нет если он указан неверно то такое приложение даже не будет подниматься да не будет стартовать и не будет обрабатывать запросы от пользователей вот такая вот штука у этого свойства есть и другие значения то есть не только validate можно использовать можно использовать по-моему там generate или что нибудь еще но лучше такие на продакшене не использовать вещи то есть validate вот на продакшене используют для того чтобы убеждаться что вы поднимаете приложение и и у вас как бы маппинг прописанный в java совпадает с базой данных со структурой базы данных которой вы подключаетесь вот 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 история окей ну наверное шоу SQL и так понятно то есть эта штука будет выводить на консоль SQL команды который генерит GPA когда вы строите запросы то есть через gpa строите запросы и эта штука генерит SQL и тот который SQL она генерит она выводит на консоль такую штуку ставят в дебаг режиме или когда ты разрабатываешь приложение для того чтобы убедиться в том что приложение генерит реально правильные SQL запросы на продакшене такую штуку отрубают для того чтобы лишние лишние логи не спамить лишнюю информацию не спамить в лог файл вот так ну что давайте может быть перерыв сделаем минут на 10 вполне можно да давайте 10 минут перерыв потом продолжим 30 до до 30 до до Продолжение следует... 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 Значит, с настройками мы разобрались, мы поговорили про них. Ну что, про что дальше поговорим? Есть Liquibase, есть транзакции, про что поговорим? Мое предложение. Про Liquibase. Окей, значит, про Liquibase. Вообще, что это такое? Помните, смотрите, в самом начале, когда мы говорили про базы данных, я говорил вам о том, что давайте-ка мы будем создавать, мы создаем структуру базы данных. Мы ее создаем по шагам. То есть сделали маленький какой-то кусочек, создали какую-то табличку, потом создали следующую табличку, следующую, следующую, следующую. Сначала мы это оформили в виде просто SQL скриптика, где последовательно одна за другой написали, добавляли команды, которые создавали какие-то структуры в нашей базе данных. Кто-то создавал там таблицу, кто-то создавал индекс, кто-то добавлял foreign key, unique индексы и т.д. и т.п. Что самое главное, мы говорили о том, что каждое изменение структуры базы данных, наша база данных менялась последовательно. То есть ее структура начиналась с пустого места, ну то есть с пустой базы, с какой-то вот начальной точки, где была пустая база. Мы сделали первое изменение и наша структура базы превратилась вот в что-то в это. Потом мы сделали еще одно изменение, получили следующую структуру. Еще сделали какое-то изменение, получили следующую структуру. И так далее. Каждое новое изменение, которое мы делали, мы не куда-то в серединку запихивали, так мы не делали, мы всегда добавляли конец. Вот это вот любое. Мы получали новое задание, мы придумывали, что нам нужны изменения в базе данных. Мы их реализовывали в виде какого-то там скрипта, который добавляли в конец вот этого вот, вот этого нашего большого списочка SQL команд. И мы говорили о том, что, по сути дела, вот эта вот штука, каждое вот такое вот изменение, это есть миграция, миграция базы данных из одного состояния в другое, из одной структуры в другую. И, по сути дела, у нас есть база данных. Ну, например, представим себе, что у нас есть несколько инвайронентов, на которые мы деплоим наше приложение. У нас может быть запросто такая ситуация, что вот, предположим, вот это вот продакшн-база. У нее стоит какая-то версия приложения номер один, и версии номер один соответствует вот эта вот миграция. То есть все миграции до версии один, и версия один включительно, они вот на этой базе применены. И структура базы данных соответствует вот этому состоянию, вот этой вот миграции. А вот здесь у нас есть девелопмент база данных, то есть та, на которой мы разрабатываем текущую версию приложения. И здесь в ней появилась версия 2 и версия 3. Новые изменения, мы новую функциональность сделали. Ура, у нас вот так. Вот. Что будет, когда мы покатим версию 3 на продакшн? Мы же когда-то захотим взять и выкатить нашу версию 3 на продакшн. Наверное, захотим. Так, когда вот мы будем катить версию 3 на продакшн, то есть деплоить на продакшн, мы должны будем привести продакшн, базу данных, перевести ее из состояния версии 1 в состояние версии 3. Иначе наш код просто не заработает, потому что мы в приложении-то опираемся на ту структуру базы данных, которую мы хотим видеть. И вот когда мы будем деплоить наше приложение на продакшн, мы должны сначала преобразовать, изменить состояние, изменить структуру нашей базы данных на продакшн. А для того, чтобы ее изменить, мы должны будем применить последовательно сначала миграцию v1 и потом миграцию v3. и после этого, после того, как мы применим вот эти вот миграции именно в таком порядке, мы получим на продакшн структуру базы данных, соответствующую нашему приложению. Для того, чтобы вот этим вот процессом управлять и делать это автоматически, автоматически при деплойменте приложения был создан фреймворк под названием Liquibase. А суть его очень простая. По сути дела, все вот эти вот изменения, которые, все эти миграции, которые, миграции структуры базы данных, которые мы оформляли в виде просто SQL скрипта, оформляются в Liquibase, оформляются в виде XML файлика. Ну, XML это один из форматов, который можно использовать. Можно использовать YAML, можно использовать JSON. То есть не суть, да, Liquibase поддерживает для файликов своих разный формат. Документации можно посмотреть, но мы используем XML, потому что он там нечувствительный к всяким там пробелам и так далее. Суть очень простая. Каждую вот такую вот миграцию, которую мы писали в том же самом скрипте SQL, мы оформляем в виде миграции, в виде change set, написанного с помощью Liquibase. Liquibase предоставляет, автоматически предоставляет нам определенный набор автоматических миграций. Что такое автоматическая миграция? Ну, например, вот Create Table. Это автоматическая миграция, которая вот, у нее есть свой синтаксис. Мы можем ей воспользоваться для того, чтобы создать новую таблицу. Значит, Liquibase, он как фреймворк, зачем он создал вот эти вот, создал свои миграции? Они существуют для того, чтобы эти миграции, которые написаны на его языке, с помощью его конструкций, он умеет трансформировать в SQL, который будет работать на определенных реляционных базах данных. То есть давайте мы откроем документацию Liquibase. Так, нет, давайте так. Вот, Liquibase.Creat.Table. И Example. Ага, вот. Датабейс суппортов. Какие базы данных поддерживаются? Вуаля, вот, пожалуйста. MySQL, Oracle, Postgres, H2 наши, да, вот они тут есть. Значит, вот этот вот Create Table, вот эта вот миграция, которая здесь описана, как пример, Create Table, она поддерживается, она автоматически Liquibase умеет конвертиться в любой из этих, в любой из этих, в SQL, любой из этих баз данных. То есть, если мы подключаемся к Oracle, то Create Table трансформируется в SQL, который будет соответствовать синтаксису Oracle. Если мы к Postgres, то к Postgres, если к H2, то значит к H2. То есть, если мы пишем вот эту вот миграцию с помощью Liquibase, вот этой вот стандартной миграции, то сам Liquibase будет при подключении к базе данных трансформировать вот эту вот миграцию в SQL, который будет выполняться на той базе данных, к которой мы подключаемся. У Liquibase есть возможность написать и так. И здесь голый SQL, вот тот самый, который здесь написан. Да? Можно так. То есть, если нету какой-то стандартной миграции для той операции, которую вы хотите сделать, то вы можете взять и просто голым SQL вот так написать. Но учтите тот вариант, что если вы пишете на голом SQL, просто чистом SQL, да, то, ну, соответственно, вы должны писать с помощью того синтаксиса SQL, который будет понимать именно ваша база данных, к которой вы подключаетесь. И если вы напишите как-то чуть-чуть по-другому, то этот SQL уже не сможет выполниться на той базе данных, к которой вы подключаетесь. Поэтому в Liquibase принято использовать именно вот эти вот стандартные миграции, которые он предоставляет. Если такая возможность есть, то лучше их использовать, да. Поэтому наш Liquibase, он сможет, если мы используем стандартную миграцию, то он сможет ее конвертировать в SQL для H2, в SQL для MySQL и так далее, так далее. Окей. Каждая миграция такая оформляется своим change-сетом, у которого тут есть автор, ну, обычно пишется автор, и есть айдишник. Один, два, три, четыре, ну, обычно это какое-то повозрастающее пишут, чтобы для того, чтобы эти миграции выстроить в определенном порядке. То есть мы говорим о том, что вот эти вот миграции базы данных, то есть изменения структуры базы данных, они должны выполняться в определенном порядке. Когда Liquibase будет применять эту миграцию на базе данных, все, что написано в одном change-сете, вот это, это будет выполняться в одной транзакции. То есть в одном change-сете можно создать несколько, можно запихнуть несколько миграций. Вот так, да? То есть одна миграция закончилась, вторая, третья и так далее. То есть все, что находится в рамках одного change-сета, будет выполняться в одной транзакции. То есть Liquibase открывает транзакцию к базе данных и выполняет все вот эти миграции, которые находятся внутри одного change-сета, потом его и в конце коммитит. То есть вся вот эта миграция будет применена или за roll-backing. Окей. Ну и дальше вот таким вот образом мы можем вот эти change-сеты создать, добавить их. Если нам необходимо, то мы можем разбить эти change-сеты на несколько файликов. То есть Liquibase позволяет, ну, обычно, если таких, если миграций много, то очень, то мы это удобно разбивать просто на разные файлики, как здесь сделано. И у Liquibase есть главный мастер, вот этот вот мастер change-лог, главный файлик, который как раз будет и прописан в конфигурации вот здесь в спринге. То есть вот он, главный файлик. Где он? Так, мы закроем. Вот он, главный файлик, в котором просто перечисляются инклудами все другие файлики, где находятся change-сеты в нужном порядке. Окей. Перечислили. А что происходит дальше? Если настроить Liquibase правильно и подключить его как библиотеку, то есть Liquibase это просто как джарник, как библиотека, как фреймворк, который можно подключить к своему приложению и использовать, то что можно сделать? Можно настроить его подключение. Опять же, Sprint Boot имеет конфиг для подключения Liquibase. Энэйблим его и указываем просто главный файлик Liquibase, то есть вот это вот change-lock master. И дальше, что происходит? Если Liquibase заэнэйблин, то при стартапе приложения, когда приложение стартует, происходит следующее. Liquibase открывает connection к базе данных, к той, которую вы прописали вот здесь, вот к этой базе данных, и начинает применять эти самые миграции, которые прописаны у него в конфиде. И если мы сейчас откроем наш Liquibase и посмотрим на нашу базу данных, на нашу консоль, и мы в базе данных увидим две странные таблички, которые называются database change-lock и database change-lock-lock, которые мы не создавали. Давайте заглянем в них, посмотрим, что там находится. Вот что находится в database change-lock таблиц. Что мы видим? Айдишник, автор, название файлика, в котором находится, находится этот change-set, дата применения, когда он был выполнен, ордер, порядок, 1, 2, 3, 4, 5, поехали. Экзекьютед он выполнен, хэш сумма, и, по сути дела, ну какой-то description. Что мы видим? Мы видим то, что Liquibase не просто применил эти миграции на нашей пустой базе данных, он их записал в саму базу данных. То, что он применил такую-то миграцию из такого-то файлика и в таком-то порядке. То есть Liquibase в самой базе данных сохраняет информацию про то, какие миграции он выполнил, какие change-сеты он выполнил на этой базе данных. Это означает то, что, когда вы в следующий раз на этой же самой базе данных будете запускать Liquibase, он повторно повторно тот же самый change-сет выполнять не будет. То есть, если вот тот вариант, вот этот, мы выкатываем версию 3 на production, то Liquibase видит, что у него в базе данных есть какие-то миграции соответствующие версии 1, эти самые миграции он применять уже не будет, он будет применять только разницу. Он найдет разницу между версиями, то есть, те миграции, которые не были еще применены на базе данных и применит их в правильном порядке и запишет то, что он их применил, запишет их в базу данных, сохранит это. Для того, чтобы, то есть, если вы берете просто рестартуру, берете MySQL базу, поднимаете ваше приложение, там база данных накатилась, создали все эти миграции, потом приложение выключили, приложение включили обратно, миграции заново применяться не будут. Liquidbase при стартапе просто посмотрит, что эти миграции уже были выполнены и просто ничего с ними, их повторно выполнять не будет. вот такая вот штука. И получается такая вещь, что Liquidbase позволяет взять приложение, так как у нас, посмотрите, такая вещь, наши миграции базы данных мы оформляем в виде скриптов, Liquidbase скриптика и коммитим вместе с программным колом, то есть они лежат в репозитории, в том же самом репозитории, в папочке ресурсы, это означает, что когда мы будем собирать наше приложение, эти все файлики ресурсов попадут в наш деплоимент артефакт, и это значит, что при стартапе нашего приложения они будут доступны. и Liquidbase соответственно при старте приложения читает эти файлики и проверяет, сверяется с базой данных и находит те миграции, которые были выполнены и те, которые еще не были выполнены и соответственно их выполняет на этой базе данных. И таким образом мы можем взять в этих самое интересное то, что в этих миграциях опять же все начинается обычно с пустой базы и эти миграции повторяют все изменения, которые мы делаем с нашей базой данных. Мы можем взять пустую базу данных, запустить приложение, и приложение само накатит полностью, создаст структуру базы данных с помощью Liquidbase. мы можем взять базу данных, которая находится в каком-то промежуточном состоянии и накатить, стартануть приложение с новой версией и приложение само, то есть Liquidbase сам вычислит какие change сеты, какие изменения нужно в базе данных выполнить и применит их в нужном правильном порядке и запишет это в базу данных. Вот такая вот история. Удобно? То есть получается такой автоматический менеджмент структуры базы данных. Достаточно оформить очередное изменение в структуре базы данных change сетом в Liquidbase. и соответственно добавить его в код закоммитить этот change сет вместе с кодом нашего приложения и далее при старте приложения уже само Liquidbase сам будет определять что как зачем надо ли выполнить эту миграцию это изменение и соответственно ее выполняет значит но с этим идут определенные ограничения они связаны с тем что вот в нашей конфигурации эти скрипты выполняются при стартапе приложения то есть если вы смотрели чуть-чуть повнимательнее лога нашего приложения при стартапе то вот здесь пишутся что-то вроде вот таких вот команд Liquidbase change log бла-бла-бла то есть при старте приложения Liquidbase эти скрипты выполняются Liquidbase это означает что выполнение этих скриптов влияет на время стартапа приложения это означает то что операции которые большими должны быть долгими то есть представьте себе если вы там сделаете какую-то сложную большую операцию которая будет выполняться часами то ваше приложение будет стартовать часами вот такая вот ограничение фишка тут следующая если вы используете Liquidbase в рамках стартапа вашего приложения скрипты которые вы выполняете не должны занимать много времени ну то есть какой то есть те операции которые вы делаете в этих скриптах по-хорошему нужно убеждаться и проверять что они работают быстро например создание новой таблицы работает быстро добавление новой колонки пустой колонки работает быстро добавление новой колонки в с дефолтным значением в большой таблице работает не быстро ну наверное вы понимаете почему да то есть если у вас есть таблица с десятью миллионами записей на продакшене да не на development environment где у вас там 5-7 записей а у вас продакшен с миллионом с несколькими миллионами записей в каждой таблице и вы создаете просто колонку с дефолтным значением то базе данных нужно что сделать нужно создать эту колонку нужно пройти по каждой записи каждой записи каждой каждому row в этой таблице и соответственно в эту колоночку впихать какое-то ваше дефолтное значение и потом это дефолтное значение еще сохранить на жесткий диск для каждой записи а если там миллионы 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 записей то это очень долгая операция если вы создаете индекс по таблице по какой-то таблице большой огромной таблице создание индекса тоже это не быстрая операция там надо смотреть как индексы могут создаваться ну как бы в транзакции могут быть деферет это отложенный индекс база будет создавать когда она сможет тогда она их сделает то есть когда вы вставляете какой-то change set в ликви бейс который выполняется в рамках стартапа приложения вы должны убежать то есть вы должны убеждаться в том то эта операция будет редеплоймент приложения он должен работать быстро ну то есть как обычно деплоится новая версия приложения то есть берется сервер вырубается старая версия вырубается новая и вот этот момент переключения он должен быть минимальный чем меньше тем лучше потому что запросы от пользователей могут идти и чтобы даунтайм был минимальный то есть для этого нужно вот это чтобы время вашего старта приложения было быстро окей что делать с операцией ликви бейс можно использовать не только при стартапе приложения его можно использовать как отдельную джаваевскую библиотеку и выполнять с помощью него запускать с помощью него скрипты которые работают не только в момент старта приложения вы можете отдельно эти скрипты запустить ну например вам нужно создать тот же самый большой индекс для какой-нибудь большой таблицы вы можете эту операцию запустить просто отдельно ночью стиле она пару часов отработала к утру индексы создались все отлично или создать какую-то колонку заполнить ее каким-то значением как обычно такую штуку делают такую штуку обычно делают в несколько приемов то есть сначала создают пустую колонку потом приложение начинает туда что-то писать в новые записи потом запускает скрипт который добавляет какое-то дефолтное значение и после того как этот скрипт выполнится только уже после этого устанавливается у этой колонки типа что эта колонка ограничения что она обязательная вот такими пошаговым пошаговой работой то есть если вы работаете с базой данных в которой очень много записей то операции с такой базой могут выполняться в несколько этапов вот такая штука плюс что есть database change log log замок она пуста заключается в следующем обычно обычно когда приложение деплоится на продакшн самая минимальная конфигурация в которой деплоится приложение на продакшн ну то есть если бы мы брали наше приложение деплоили на реальный продакшн сервер то оно бы деплоилось следующим образом то есть брался бы два отдельных сервера физических то есть дата-центр видели то есть берется один сервер физический второй физический сервер и вот вам приложение вот наше приложение insurance calculator insurance calculator сюда деплоится приложение и сюда деплоится приложение то есть реально приложение никогда никогда в продакшне не деплоится как одна инстанция почему потому что если вдруг с железом что-то случится то вы просто уйдете в даунтайм и все и ваше приложение не будет доступно никому чтобы что-то такого не было приложение деплоится как минимум конфигурации это вот на каждый из них деплоится копия приложения одной тоже одна и та же версия приложения поднимается на одном сервере и на втором то есть далее трафик от пользователей который приходит в наше приложение попадает на такую штуку которая называется load balancer это специальное приложение load balancer может быть как железный так и так и приложение да физическое что это штука делает load balancer он получает трафик и делит его между серверами то есть в зависимости от своей конфигурации load balancer раскидывает трафик между вашими инстанциями то есть load balancer знает о количестве инстанций вашего приложения и дальше он ну например самый простой load balancer его конфигурация может раскидывать трафик 50 на 50 то есть половина запроса влетит на один сервер половина запроса влетит на другой сервер все вот так и если у load balancer есть такая штука что он он чекает статус вашего сервера если вдруг ваш сервер например первый упал по какой-то причине или стал недоступен по какой-то причине например между ним пропала сеть соединения или что-то на сервере случилось железо упало сломался центральный процессор сломалось все что угодно может сломаться вышел из строя физически все не работает то load balancer перекинет весь трафик на вторую инстанцию то есть ваше приложение в даунтайм не уйдет то есть если вдруг это случится ночью когда никого нету из админов то ваше приложение по-прежнему будет работать но с одной инстанцией вот так это означает что в такой конфигурации это самое минимальное если у вас высоконагруженное приложение которое должно справляться с большим количеством запросов то тогда там может быть несколько вообще энное количество инстанций в зависимости от нагрузки потому что в действительности вот каждый физический сервер он все-таки может потянуть только определенное количество запросов он не может бесконечно большое количество запросов обрабатывать и в действительности в высоконагруженных системах ставится несколько инстанций 2, 3, 4, 5, 10 сколько нужно сколько нужно инстанций в параллели деплоится берется в реально больших приложениях там в социальных сетях и так далее там десятки сотни серверов ставятся и просто деплоится одна и та же версия приложения на там сотни серверов для того чтобы выдержать нагрузку там в миллионы запросов в секунду ну иначе просто физически железо просто не потянет ничего ну это вот эти инстанции обычно еще нодами называют да да ну если мы говорим о кластере да то это кластеризация уже пошла да я просто говорю что это чисто вот для того чтобы застраховать себя от физически ну от того что железо может поломаться может выйти из строя аппаратура и все такое проще то реальные приложения на продакшн деплоятся в кластерном варианте то есть когда поднимается несколько инстанций нашего приложения несколько нод да в зависимости от того что мы там какая нагрузка они должны выдерживать и так далее и так далее эти ноды может количество этих нод можно менять динамически то есть в зависимости но если действительно днем большая нагрузка ночью минимальная нагрузка ну то есть есть вот эти вот режимы то вы можете эти количество этих нод ну в реальности там даже динамически какие-то ноды поднимать какие-то ноды опускать и так далее но это вот это уже кластерные настройки но это уже просто чтобы вы знали что такая штука есть так делают и далее что получается когда редеплоймент нужно делать в кластере когда вот у нас есть несколько нод нужно одновременно задеплоить туда новую версию нашего приложения то что получается если мы просто запустим редеплой на каждой из нод они будут параллельно редеплоиться на каждой из нод будет подниматься ликви-бейс и что получится каждый из нод полезет в базу данных что-то делать вот эти change-сеты применять это же неправильно то есть если у нас 10 нод у нас 10 create тейблов полетит в базу данных вот чтобы такого не было существует вот эта вот табличка database change log log там есть один рекорд та нода которая хочет делать изменения в базе данных ну начать применять ликви-бейс скрипты она должна она локирует эту запись то есть в базе данных в реликционной базе данных есть такая штука как локирование записи то есть она получает эту запись в эксклюзивное свое пользование все другие ноды которые поднимаются они хотят получить доступ к этой к этой записи они становятся в очередь то есть их ликви-бейс скрипты останавливаются и начинают ждать пока лок не освободится и та единственная инстанция которая лок получила она применяет вот эти вот скрипты на базе то есть она в единственном экземпляре накатывает всю структуру базы данных потом лок отпускает и лок получает следующая инстанция она такая смотрит о а там уже все есть там уже все эти все ликви-бейс скрипты уже прокатаны и ничего не делая да и все другие ноды то же самое вот таким вот образом датабейс change log log она предназначена для того чтобы редеплоить ликви-бейс в кластерном кластере из нескольких нод вот такая вот штука ну и если заканчивать про вот эту вот кластеризацию то наша база данных революционная база данных которая стоит обычно на других серверах или на тех же серверах но обычно на других она деплоит тоже в кластерном варианте но революционная база данных это немножко другая штука там есть ну самый минимальный вариант для революционной базы данных деплоймент называется мастер слейф и состоит из двух нод из двух инстанций то есть поднимается две базы данных одна является мастером другая является слейфом идея следующая только в мастер можно писать данные то есть insert команды insert и апдейты делиты то есть любые команды которые меняют данные в базе данных должны идти сюда идут в мастер она в рамках транзакции реплицирует эти изменения сразу в слейф нод и получается так что ну то есть если вы коммитите транзакцию то коммит транзакции проходит только в том случае если он применяется на мастер ноде и применяется на слое то есть таким образом транзакция записывается в обе ноды сразу ну то есть данные изменяются и здесь и здесь и получается так что если например нода один ломается ну по какой-то причине неважно по какой-то физически что-то вылетело или что то данные здесь сохранились то есть у вас есть копия ваших данных по крайней мере которые лежат в базе данных здесь на другом на другой физической машине вообще на другом сервере и соответственно нода slave может стать нодом мастером новым мастером вот так это минимальный минимально что делается для ну для баз данных да если там база данных критических и так далее и так далее чтобы еще более надежность обеспечить там делается рейд массивы с жесткими дисками внутри самой базы данных когда данные параллельно пишутся на несколько жестких дисков одновременно да и при вылете любого из жесткого диска там например рейд массив из 7 дисков ставится на сервере и параллельно пишутся данные там данные записываются на все 7 жестких дисков сразу ну такой рейд массив и если хотя бы один из них вылетает то данные можно восстановить просто в моей памяти был случай ну мне рассказывали я пришел в одну контору а до меня там пару лет назад у ребят просто на продакшене вылетел сервер баз данных просто жесткий диск сломался ну просто потому что железка есть железка и любая железка рано или поздно ломается просто это факт если этого не учитывать и не учитывать при построении архитектуры приложения то вы можете потерять данные запросто и пацаны вот так потеряли реально почти ну очень много данных то есть у них вылетел жесткий диск сломался они его пытались восстановить но восстановили далеко не все данные а это было реально продакшен контора которая ну я не буду говорить какая но блин у них бизнес стоял неделю просто это большая контора известная в Латвии контора и они потеряли достаточно большое количество финансовых данных просто потеряли потому что жесткий диск не смогли восстановить с него данные ну так сломался что все было плохо вот бэкапчики надо делать бэкапчики это одно дело да но все равно бэкапчики они тебе полностью тоже не спасают они ну во-первых бэкап полюсе обязательно ну для серьезного деплоймента и все такое проще то есть бэкапы нужно хранить на отдельных серверах не на тех же самых где у тебя сама база стоит а на отдельных серверах соответственно у тебя должна быть настроена процедура создания бэкапа которая регулярно все это делает и так далее и так далее да то есть лучше отдать на откуп нормальному дата-центру и пускай они как бы с этим занимаются если конечно там не какая-то там особо чувствительная информация там типа как банки какие-то хотя они тоже в дата-центрах все это хранят ну опять же то же самое дата-центры да обычно дата-центры они тебе предоставят железяки вот тебе там сервера вот тебе все железо инфраструктура сети электричество и все такое проще а свои системы ты будь добр кто будет разбираться с дата-центр не будут разбираться в твоей инфраструктуре которую ты в твоих приложениях которые работают на этих серверах да это уже как бы твое твое хозяйство ну по крайней мере за железки можно не париться да но в том-то плане что кластеризация делается для того чтобы уберечь себя от того что железо поломается что железо сломается рано или поздно в том-то и в том-то и весь прикол вот этой всей штуки что реально продакшн кластеризация система она делается для того чтобы железо в дата-центрах в дата-центрах все равно ломается по-любому ломается потому что у нее у любого железа есть физически время жизни оно рано или поздно выйдет из строя не важно по какой причине это может сломаться все что угодно может сломаться рано может сломаться поздно но оно все равно сломается и поэтому поэтому чтобы не потерять данные ну в серьезных системах делается все в кластерах делается вот эти вот несколько инстанций приложений несколько нот для баз данных рейд массивы для жестких дисков бэкапы, процедуры бэкапа и процедуры проверки, что реально ты можешь восстановиться из бэкапа, а не просто бэкап делаешь, да? Реально ты можешь восстановить базу данных из бэкапа, что у тебя у базы данных есть транзакционные логи, которые пишутся, которые если они пишутся, то это тоже бэкап плюс транзакционные логи тебе позволяют восстановить восстановить данные, ну чуть ли не до последней операции которую ты делаешь короче механизмов много и это все нужно настраивать это все нужно ну как бы чтобы работали в серьезных системах есть такой если ты хочешь добиться определенной надежности своей системы вот вплоть до того что доходило даже до смешного то что работал в одной компании у них были несколько дата-центров и реально большая компания дата-центры и фишка такая что дата-центр связаны между собой оптическими линиями передач и фишка такая что строители делали ремонт на мосту и просто перерубили кабель оптический который связывал дата-центр и беда то была в том что дата-центр то стоял он работал там железо ничего не поломалось но просто связь с ним пропала просто перерубили оптический кабель который там гигабайт информации перекачивал и все и связь связь между центром пропал у него не было бы капной линии связи на тот момент не было и все перерубили этот фактическую оптический кабель и все дата-центры просто все системы которые там работали они просто стали недоступны это был трендец конечно это было ну да то есть по сути дела системы все работают на связи с дата-центром нет ну в общем-то сайт какая-то часть сайта отвалилась просто-напросто вот и что такого такого не было потом потом раскатывали эти системы дублицировали каждую систему во всех дата-центрах чтобы даже если делали несколько каналов связей с дата-центрами нескольких каналов обеспечения электричеством дата-центра и так далее так далее то есть вот эти все резервируют резервные мощности всего ну как бы это эта штука научила народ что такое может быть и как от этого спасаться до в итоге система ну каждая система теперь работала в каждых дата-центрах то есть одна и та же система поднималась в нескольких дата-центрах если дата-центр полностью выходил из строя то то общая система продолжала работать даже вот так вот бывает считали что лишь оказалось дешевле резервируется поэтому да 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 потому что ну когда у тебя серьезный большой бизнес то его простой это очень дорого очень ну если отрубаются системы у тебя просто там аппликация перестает работать то ты теряешь очень большие деньги и поэтому как бы такого это это репутация во-первых твоя если ты это это главный пользователь то ты представляешь отрубить отрубив фейсбук народу на неделю так народ повесятся просто по всему миру больше времени поезды здесь свободно ну вот да поэтому это огромные убытки и соответственно для того чтобы предотвратить возможность их вот таких вот вариантов ну вот там фейсбуке точно приняты очень серьезные меры у них куча дата-центров во всяких во всех виду большинстве регионов у них точно есть всякие резервирование и так далее то есть если них даже любой дата-центр вылетит из строя полностью связь не пропадет и так далее то система продолжит работать да может сайт чуть-чуть начнет вашем регионе притормаживать медленнее работать и так далее но все равно продолжит работать ну вот как то так ну банковская финансовая сфера она она тоже очень очень чувствительна к данным и там тоже там вообще нельзя терять данные там поэтому поэтому занимаются вот этим всеми делами очень серьезно с резервированием копированием поддержанием канала связи и так далее чтобы финансовой системы работали окей это будет такой случай типа человека карточка тепла все деньги на карточке он типа уехал за границу налить наличных нету а тут бах система перестала карточная работать и все и капут тебе ничего не может сделать ну вот окей как этому налик надо всегда иметь при себе по крайней мере по крайней мере ты его контролируешь они какие-то эти специалисты которые деплоят банковскую систему ну или просто захотели тебя это как бы так ну в общем когда когда все в цифре тоже не очень хорошо получается что меньше всяких прав возможностей сразу обратной страны ну про это мы вообще не будем говорить если как только все оцифруется человек вообще теряет любой контроль над над всем да то есть ну понятное дело что там по нажатию одной кнопочки можно отрубить у человека вообще все финансовые инструменты которые у него есть по сути достаточно человека просто и в черный список черный список и на следующий день у него просто отрубится все банки просто все все страховки все банки очень все 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 отрубится автоматом потому что все финансовые системы привязаны к этой к черному списку и если как только туда персона попадает то там синхронизация ну раз в день так точно происходит и в общем те все сразу заблокируют автоматом ну то есть не дай бог короче все станет цифровое тотальный контроль короче матрицы обеспечен самое интересное меня одного знакомого так заблочили и он пытался пробить вообще информацию какая там о нем в этом черном списке болтается и он ходил по куче инстанций и мы эту информацию так и не выдали его отблокировали потом нет отблокировать его не отблокировали и никакой информации не дали просто мы тебе не дадим это к тому что у нас есть всякие gdpr типа как бы по которым ты можешь запретить отблокировать свою информацию якобы но по факту это знаешь такая мазь в глаза что смешно так же самое там же так же самое как и всякие эти аймэйлы и прочее ну да то есть на уровне государства если тебя вносит в черный список то типа просто все финансовые организации обязаны по закону заблокировать тебе любой доступ к финансовым инструментам до свидания и это работает конечно да это работающий да так что как-то вот так окей ликви бэйс деплоймент ну вот это все это вот к архитектурным вещам то есть это начинаешь задумываться таких вот вопросов деплоймента архитектуры то есть когда ты выходишь за рамки за рамки просто разработки системы ты начинаешь думать о том чтобы о том как твоя система будет работать на продакшен да и соответственно тут уже сразу вот встает куча вопросов где эта система будет работать на каком железе как она как к нему доступ будет обеспечиваться кто его будет контролировать какой уровень безопасности тебе нужен какой тебе нужен уровень доступа к данным какое резервное копирование все такое проще это очень серьезные вопросы и хороший хороший девелопер он принципе об этих вещах должен задумываться потому что вот эти вещи они они сильно влияют на архитектуру построения приложения вот так что так что вот чуть-чуть вы будете знакомы с этим я не помню кто там дошел до ликвид бейса до 100 по-моему это было близко к 100 в общем скоро уже тогда получается скоро для меня нет сотый это еще не ликвид бейт а ну вот где-то вот здесь где-то ну сразу после сотки там где-то до 105 шага до 106 он уже есть значит где-то тут он уже есть нет 103 еще нету 104 да вот 104 104 шаг вот он появляется ликвид бейс окей инструмент ликвид бейс в общем ликвид бейс это один из но один из такого рода которые обеспечивают вот этот автоматический автоматический контроль миграции нашей базы данных он за ликвид бейс заточен вот на использование вот этих вот стандартных его миграций которые тут есть и соответственность можете ну по сути дела если вам нужно выполнить какую-то операцию то вы берете находите просто нужный вам этот миграцию ликвид бейса и делать все написать на голове скейт но обычно лучше писать на вот этих миграциях тогда вы можете переключать ваши базы данных между ну там h2 oracle mysql эти миграции будут применяться на любой базе данных единственная последняя вещь которую хотел сказать про ликвид бейс я показывал то что ликвид бейс сохраняет в базу данных хэш сумму мд5 сумма от этого чешсета вот эта штука штука такая что как только чешсет был применен на базе данных его изменять нельзя то есть предположим ситуацию вы такие создали таблицу все хорошо а потом через какое-то время то есть вы закомитили чешсет вы прокатили на базе данных он применился таблица создалась вы такие ходить о фикс придумали поменять колонку изменить что-то в этом чешсете вы просто о тут колонку надо поменять я название придумал более лучшее давай я вот так вот сделаю и закомичу вот так делать нельзя потому что как только вы тронете этот чешсет здесь внутри сделать какое-то изменение у этого чешсета поменяется хэш сумма вот это вот сумма которая рассчитывается этот хэш и соответственно этот чешсет упадет когда ликвид бейс попытается его применить он увидит что как бы хэш сумма разная и он попытается его второй раз применить на базе ну и соответственно он упадет просто потому что такая таблица уже будет создана а суть какая как только вы ликвид бейс чешсет закомитили вместе с кодом в гитхаб чешсет менять больше нельзя все если вы хотите что-то изменить в этом чешсете вы должны написать новый чешсет и добавить его в следующем то есть вы придумали хотите поменять название колонки все делаете новый чешсет в котором меняете вставляете его после и меняете и в нем вносите операцию изменения названия колонки вот такая же история то есть чешсет и не менять как только они закомичены вместе с кодом они не должны меняться это как миграция считайте что как только вы закомитили код эта миграция уже применена на базе данных все дальше вы только вы можете только взять и создать новую миграцию для того чтобы что-то пофиксить вот такая вот особенность окей шо шо может вопросики какие-то хорошо 1 так 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 тогда давайте насчет следующего раза мы можем посмотреть как создается юай например как можно создать в веб страничку ну эта штука то есть где-то где-то там на каком-то шаге не помню на каком но в нашем приложении появляется и веб-часть мне кажется где-то 110 было что оно так да 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 что там примерно примерно да 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 103 еще нету значит а вот 106 по моему да а нет стопятый стыч до 100 5 шаг вот 100 5 шаг появляется вот этот вот template template файлик окей да можно посмотреть и разобрать посмотреть и разобрать как можно создавать веб-страничку до по самому примитивный веб-страничку для нашего приложения то есть для того чтобы в нашем приложении не только пресс-запросы были но было и будущее какой-то веб чтобы можно было на веб-страничку зайти что-то сделать посмотреть как это работает и посмотреть разобрать под капотом что внутри тогда мы можем поговорить про то что такое веб-сервер про то что как java приложения дружат ну и про технологии которые там применяются то есть обсудите вот эту сторону вопрос окей если возражение не то значит следующий раз право расскажем да нету даже шо может какие-то пожелания что-нибудь часть здоровья успехов как все то есть если но смотрите если вы вдруг видите что вы можете что-то придумать в проекте ну или какая-то идея есть что можно попробовать не стесняйтесь говорить потому что я очень за то чтобы проект этот развивать дополняется какими-то шагами какой-то дополнительной информации что-то новенькое внедрить в этот проект потому что он далеко далеко не идеален и его можно дорабатывать и у него можно использовать много чего еще интересного внедрить да поэтому я вот потихоньку вот даже с ваших подсказок параметризованные тесты внедрил в новую версию приложения внедрил вот там шаг описание что такое дата центры посмотреть чтобы вы могли познакомиться с этой вещью просто вот ну хотя бы там визуально получить какое-то какое-то представление о том куда вообще деплоится приложение как они как это все работает примерно да потому что это представляешь тоже как по-другому немножко начинаешь работать писать код и с пониманием того что у тебя вот где эта система будет работать и как так что если что-то вы видите что вы хотите новое попробовать из какой-то там бизнес функционально сделать или какое-то новое техническое решение попробовать welcome пробуйте я только за потому что так вы получите опыт и и что-то интересное узнаете и нам подскажете потом какую-то прикольную идею которую можно внедрить в проект почему нет сейчас у меня в новой версии проекта я не помню можно открыть смотреть сколько у меня там шагов 214 шагов у нас 190 ну в общем-то 20 шагов лишних появилась неплохо ну я менять не буду код потому что иначе просто микс будет мы работаем по этой версии так что так что тут не беспокойтесь столько шагов сколько есть только есть в новой версии да я дорабатываю добавляю некоторые шаги то есть как бы проектик развиваю чтобы было интереснее окей тогда принципе большое спасибо за лекцию и жду комитов по домашкам мы уже там сколько у нас лекции прошла много да уже перевалили за половину курса надо надо двигаться двигаться чтобы успеть успеть концу курса сделать больше большинство хорошо тогда всем спасибо и до следующего раза спасибо все хорошо спасибо вам хорошего вечера спасибо спасибо